Ира, мне кажется, надо переносить на 7 утра или на 23 вечера. Тогда мы будем вообще себя хорошо чувствовать, будут все подключаться, будет все вовремя. Подожду чуть-чуть. Те, кто уже подключился, находите документ. У нас с вами сегодня еще одна статья, пятая. Мы с вами уже три, четыре статьи мы с вами уже поработали, сегодня пятая. Тоже, мне кажется, такая достаточно интересная, позитивная. В разных ключах пытаемся говорить о коронавирусе. Находите статью и находите документ. Нам они очень нужны, мы будем с ними работать. Все нашли, потому что это очень важно. На стене сообщества у нас сохранены все эфиры. И вы также можете у нас найти эти эфиры на нашем канале в YouTube, на канале Школы французского языка. Все отлично, здорово. Вижу Оксану, вижу Анжелу, Асю вижу, Анну, Ольгу, бонжур. Вы êtes prêtes? Мы aussi, je suis prête. Мы aussi, je suis prête. Валя, франкотека, посмотрите, нам помогает. Они вам как раз-таки дали сейчас документик, который нам нужен. И саму статью, и сам документ. Так, давайте подключаемся. Этот цикл организован заметно с франкотекой, с библиотекой иностранной литературы. Каждый день, каждый будний день мы встречаемся с вами. Не знаем, сколько это продлится. Следующую неделю это точно продлится. Пять дней в неделю, в 15.00 по московскому времени. Я выбираю накануне новость, и мы с вами ее прорабатываем. Первый раз я читаю медленно, достаточно, чтобы вы знакомились со статьей. Хотя, в принципе, хорошо бы было, если бы заранее немножко прочли. Потом мы разбираем лексику. Разные аспекты. Лексика по коронавирусу, лексика по теме этой статьи. В каком контексте коронавирус у нас здесь затронут. Потому что все у нас разные темы. Потом лексика статьи, то есть как она организована, чтобы вы могли ориентироваться на сайтах издательств цифровых. И потом я читаю и перевожу. Это уже упражнение перевод. Вы смотрите, как статья организована. И самый последний момент. Я объясняю грамматику разных уровней. Есть грамматика уровня. А один вот в статье мне показал, что это было бы интересно. И потом посложнее что-то. Вы не волнуетесь. Для своего уровня вам не обязательно запоминать какие-то сложные конструкции, если у вас уровень А1. Но какие-то небольшие, простые, почему бы нет? И последним упражнением идет. Вы просто слушаете, а я читаю. Сегодня статья достаточно большая. Так что мы с вами, наверное, минут 25 идем в эфире. И я начинаю. Я начинаю. Надеюсь, тоже сида нашли статью. Он и ва. Гонда. И вот. Аккъюль. Социэтей. Coronavirus. Инсити интернет. Порсортив. Тут инвестант. Дону пириметру. Оторисе. Конфинемент. Мисе в поинт. Партрой. Жене. Вонобла. Ковирадюс. Инфо. Пармет. Дону пириметру. Парметру. Парметру. Продолжение следует... Продолжение следует... Maxime Girard a bûché pendant près de 20 heures, quasiment non-stop, pour proposer une première version. Et autant pour ajouter davantage de fonctionnalités. Le site permet de géolocaliser en temps réel les utilisateurs, qui auront renseigné au préalable leurs adresses postales expostiles. S'ils dépassent le périmètre autorisé, le téléphone se met à vibrer. Et qui dit périmètre ne parle pas forcément d'un cercle approximatif ou d'une distance à vol d'oiseau, puisque le site compte des reliefs des immeubles qui se trouvent sur le parcours des obstacles divers. Un bouton lance également un compte à rebours d'une heure. À mi-parcours, il devient orange. Quinze minutes avant la fin du temps autorisé, le compteur passe au rouge et se met à envoyer des petites alertes pour rappeler aux utilisateurs de rebrousser chemin et les avertir du temps restant. « Continue le jeune homme de 25 ans. » « Nous ne récoltons, ne stockons aucune donnée et nous ne les revendons encore, moi, à des entreprises. » Rassure Maxime Girard. Insistant sur le fait que cette démarche a été lancée uniquement dans une optique de solidarité. Au départ, c'était un challenge technique que je voulais relever pour aider mes amis. C'était pour s'amuser. Et puis, le site est devenu viral. Désormais, l'essentiel est qu'il puisse rendre service aux gens, je suis-t-il. Depuis son lancement depuis avril, 326 000 utilisateurs uniques ont été recensés sur le site. La petite équipe travaille actuellement sur le développement des applications iOS et Android. Je suis désolée, ça marche pas avec ma voix. J'espère que ça va. J'espère que ça va. Но с точки зрения одного из аспектов, как выходить, куда идти, как не попасться. Точнее, не как не попасться, а вот, то есть не ловки тут, а наоборот, предотврежение, чтобы не взначать, не нарушить закон. Смотрим локабуляр du coronavirus. Le coronavirus. Le coronavirus. Le perimetre autorisé. Le perimetre autorisé. En cette période de confinement. En cette période de confinement. В этот период заточения, до этого был периметр допущенный, допускаемый. То есть за периметр, который нельзя выходить. Effectuer les sorties autorisées. Совершать вот такие выходы, разрешенные. Ну, это, то есть, есть список определенных. Ну, продукты можно ходить, к врачу можно ходить, если это что-то обязательное, срочное. За лекарствами можно ходить, с животными можно гулять, etc. Voilà. Вот это, то есть, сортись autorisées. Ensuite, prendre une contravention, то есть, вот... Сделать какое-то правонарушение. Ensuite, dépasser le периметр autorisé. То есть, при... Зайти за линию вот этого периметра. Периметра. Разрешенного. La sortie dans un rayon de kilomètres. Выход куда-то. Район — это луч. То есть, в районе, тоже мы по-русски так говорим, в районе одного километра. Вот. Давайте все повторим. Я два раза каждое слово. Вы повторяете за мной. Хорошо открываете рот, хорошо артикулируете. Все произносите, обращайте внимание на все вот эти опозитики. Закрытый открытый рот. У вас прям должно во рту вот все ходить не как обычно, не как по-русски. Вы должны прям сильно артикулировать. Мы отсюда. У нас образом проверить. Мы вскрытие. Фирраст? Фирностaga. Фирность. Фирный. Фир,фир. Фирным. Фирмен. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПРОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! ПОДПИШИСЬ 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 НА КАНАЛ! Бюш – это на костре гореть, то есть он так сильно работал, что прям 20 часов не отходил, создавал нон-стоп вот это вот приложение, вот этот вот сайт. Ensuite, «находить», где человек находится в реальном времени, «renseigner», мы с вами уже видели, то есть сообщать о себе какое-то знание заранее, то есть человек заранее вводит свои данные, адресе там было, «посталь». Почему «посталь»? Потому что они там даже вот этот вот индекс почтовый вводят. Ensuite, «se mettre à vibrer» – начинать вибрировать. Мне больше всего нравится глагол «se mettre à» – это начинать что-то делать. Ensuite, «un cercle approximatif» – приблизительный круг, приблизительная окружность. «Comter de relief» – учитывать рельефы. «En bouton lance» – нажимая на кнопку, то есть заводится что-то, начинает какой-то механизм работать. «Lancer» – это вот это резкое начало работы. «En compte à rebours» – это вот такой вот механизм отсчета обратного. «En compte à rebours». Ensuite, «le mi parcours» – посредине пути. «Le mi parcours». «Passe rouge» – переходит на красный. «Envoyer deux petites alertes». Как я вам говорила, что если прилагательность предшествует существительному, на множественном числе, мы не можем поставить «de». В этой статье стоит «de», но правильно было бы «de petites alertes». «Alerte» – это предупреждения какие-то. Маленькие уже такие вот, наверное, появляются окна с тем, что человек должен или возвратиться, или что он уже далеко отошел и так далее. «Regrousser le schmo» – сократить, как-то уже пойти обратно. «Avertir quelqu'un du temps restant» – предупредить кого-то о времени, которое остается. «Recoumter» – вообще-то это в контексте урожая, но здесь в другом. То есть собирать данные, «stocker des données» – их где-то хранить. «La démarche est lancer» – вот такой шаг, такая инициатива, опять же, запущена «dans une optique de solidarité». «Optique», то есть с точки зрения солидарности. Никто на что не рассчитывал. Они только этим руководствовались. «Relever un challenge technique» – дословно поднять вот этот технический челлендж, то есть справиться с ним. «Relever». «Devenir virale», то есть таким насущным живым, живущим. «Rendre service aux gens». «Okазывать услугу людям». И последнее слово – это «l'application», приложение. Думаю, что вы его уже знаете, потому что и часто мы увидим. Все прочитываем. По одному разу будете читать, что тут много слов, чтобы вы много не заняли время. Дальше можете остановить, когда будет запись уже, и переслушать несколько раз. Дальше мы идем! «Он грнобла», «la géolocalisation», «invertir», «меттр» Поехали. Bûcher quasiment non-stop, la fonctionnalité, jeu localisé en temps réel, renseigné au préalable, se mettre à vibrer, en cercle approximatif, compter des reliefs, un bouton lance, en compte à rebours, le mi parcours, passer au rouge, envoyer de petites alertes, rebrousser chemin, avertir quelqu'un du temps restant, récolter, stocker des données, la démarche est lancée dans une optique de solidarité, relever en challenge technique, devenir virale, rendre service aux gens, l'application. Voilà, beaucoup de mots, je sais, voilà, vous pouvez travailler tous les week-ends sur cet article. Над этой статьей вы можете работать весь week-end, все выходные, не волнуйтесь, что тут много слов. В принципе, если много раз послушаете, много раз посмотрите, перепишите это еще рукой, обязательно, чтобы несколько видов памяти было задействовано, и все у вас получится. Voilà, le vocabulaire de l'article, словаря, тут мало, который касается именно организации артикля, это у нас опять publier, 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 publier. Voilà, и давайте прочту сейчас статью еще раз, буду, наверное, опять медленно читать, чтобы сильно себе горло не убить. Слушаем, и я перевожу, то есть, «Accueil société», мы с вами уже видели, первая страничка, «Homepage» и рубрика «Общество». «Coronavirus, coronavirus, un site d'internet pour sortir». Сайт в интернете, чтобы выйти, tout un instant dans le perimetre de l'Ezé, чтобы куда-то выйти погулять, но оставаясь в своем периметре. «Confinement, заточение, создание, воплощение тремя жителями Гренобля». «Coveradius.info» позволяет найти, локализировать пользователей и их предупредить постепенно, au fur et à mesure de l'opcumina, то есть предупреждать их о чем-то постепенно, пока они гуляют. Опубликовано это 9 апреля 2020 года, etc. Ensuite, три инженера из Гренобля создали сайт «Coveradius.fr» для того, чтобы установить периметр одного километра, разрешенного, вокруг своего дома. В противоположность другим картам, contrairement aux autres cartes, эта карта не рассчитывается по полету птицы, а действительную дистанцию. Выход часовой в день в районе одного километра не всегда просто оставаться в этих вот рамках, ключах, вот прям четких таких, в период заточения. С тем, чтобы вам помочь, три молодых инженера из Гренобля создали сайт интернет «Coveradius.fr», который устанавливает настоящий периметр возле вашего местонахождения жительства и позволяет вам совершать разрешенные выходы, такие как прогулка с собакой или немного физической активности, не рискуя нарушить право нарушения. Максим Жерара горел в течение 20 часов, практически не останавливаясь, чтобы предложить первую версию, то есть, чтобы создать первую версию. И столько же еще, то есть столько же часов, чтобы добавить больше функциональности. СИД позволяет найти в реальном времени пользователей, то есть найти их расположение, которые заранее должны будут сообщить их почтовый адрес, представляет он. Если они заходят за рамки «Depass», превышают вот этого периметра разрешенного, телефон начинает вибрировать. И кто говорит «периметр» не говорит, то есть не обязательно мы говорим в этом контексте о приблизительной окружности, мы говорим и о дистанции полета птиц. Потому что вот этот сайт, Lucide Compte de Rulieffa, считает и рельефы, здания qui se trouve sur le parcours, которые находятся вот на пути, и разные преграды, et des obstacles divers. Вот эта конструкция, qui dit, «perimètre» — это французская конструкция. Кто говорит одно, но он не имеет в виду, что. То есть о любом человеке, тут эта речь, такая французская именно привычка так говорить. Ensuite, compte à rebours — отсчет обратный. Кнопка запускает также обратный отсчет одного часа. Посреди пути она становится оранжевой. 15 минут перед концом разрешенного времени вот этот вот счетчик переходит в красный цвет и начинает посылать такие предупреждения, чтобы напомнить пользователям, что нужно уже обратно сократить вот этот путь, и предупреждает их, сколько времени останется. Продолжает молодой человек, 25 лет. Мы не собираем, мы не храним никаких данных, мы их не продаем, тем более, еще меньше, дословно, еще меньше каким-то компаниям. Rassure, Maxime Girard убеждают, успокаивают Maxime Girard, настаивают инсистент sur le fait, на том факте, что cette démarche, эта инициатива была запущена uniquement, только, уникально, то есть единственная причина, с точки зрения солидарности, то есть только с солидарными вот этими побуждениями. Au départ, вначале, это был просто технический челлендж, который я хотел преодолеть, чтобы помочь моим друзьям. Это было, чтобы развлечься, от нечего делать. И далее, и пусть, Сид стал таким вот реальным. Начиная со своего запуска, в начале апреля, 326 тысяч пользователей уникальных были замечены на сайте. Маленькая команда создателей, то есть, работает сейчас над развитием, над разработкой приложений для айфонов и андроидов. И вау-ла. Надеюсь, чуть больше стало понятно, но дома, когда вы будете еще раз разбирать это, будет еще лучше. Какие-то слова, если вдруг я пропустила, или вы не уверены в них, то еще посмотрите, там какие-то конструкции именно вам. По слову, можете посмотреть, например, еще раз говорю, спрашивают, чем я пользуюсь, мне нравятся мульти-тран, там разные варианты есть. И в нем, давайте посмотрим теперь грамматику. Первый глагол, который я взяла, это permettre, позволять. Как я вам говорила уже до этого, глагол встречаете, сразу вспоминайте, как он используется. Позволить кому-то делать что-то, это permettre à quelqu'un de faire quelque chose. И вот я вам советую, вот этот глагол мы с вами видим, если вы не совсем уверены, что à quelqu'un de faire quelque chose, сделайте несколько примеров. Вот рядом прям, когда распечатаете или перепишите, «je permais», например, «je permais à mon enfant de jouer avec cette poupée». Я позволяю моему ребенку играть с этой пoupées, например, или «de jouer avec mon sac, с моей сумкой» и так далее. То есть вот какие-то свои личные примеры создайте, чтобы и «a» было, и чтобы и «de» было, то есть с инфинитивом дальше. Вместо глагола «faire» может быть любой инфинитив. «De jouer», «je permais de jouer», «je permais à mon enfant de manger», etc. Следующая конструкция «tout en restant». Это у нас дейпричастие, но которое усилено вот этим «tu». И смотрите, когда мы используем «tout en restant», это значит, как в конструкции с другим предложением, это значит, что два действия в этом предложении друг другу обычно мешают. То есть здесь, например, мы вроде бы куда-то пошли, но все же остались, вышли куда-то, развлеклись, но все же остались. В вот этом вот заданном периметре. Еще один пример. Девушка работает ночью, к примеру, но является хорошей студенткой в университете, днем которой. То есть обычно человек, который очень много работает, он все-таки как-то хуже начинает учиться, там, он элементарно старший, и он на оценке это влияет. А мы можем сказать, «Elle, tout en travaillant la nuit, работая ночью, elle reste une bonne étudiante», например. «Elle a de bonnes notes». Она остается хорошей студенткой, у нее хорошая оценка. Или, например, «Tout en mangeant des choses qui sont super graces, elle reste l'air. То есть все еще, несмотря на то, что она ест, мы даже это переведем, как «несмотря на то, что она ест очень много жирных каких-то вещей, она остается очень стройной». «Tout en mangeant». То есть вот это то, что обычно друг другу противоречит. Вы опять себе какие-то два примера найдите, вот две идеи, которые обычно друг другу мешают, и создайте предложение, чтобы запомнить, как это есть. Если вы будете сдавать экзамен B1-B2, вот эту функцию используйте, это произведет очень хорошее впечатление на экзаменатор, потому что деятельность части именно в этой функции редко используют. И это показывает, что у вас уже есть именно этот уровень. Ensuite, «dans le perimetre», тут предлог «don», к тому, что я предвещала вопрос, что вроде бы периметр – это как что-то абстрактное. В принципе, да, но когда они имеют в виду, что «dans le perimetre», они какие-то такие невидимые стены в голове строят. Точно так же, как они «dans le centre-ville», то есть не выходя из центра города, то они почему-то используют «dans le perimetre», «dans le centre-ville». «O centre-ville» вы тоже можете использовать, но, например, «я иду в центр города», «o centre-ville». Выражение «au fur et à mesure», когда вы теперь захотите сказать, что что-то вы постепенно делаете, никуда не торопясь, скажите «au fur et à mesure». Никак отдельно это практически нельзя перевести. Запомните и используйте. Опять же, если будете создавать какой-то текст или говорить на экзамене, и скажете «это будет красиво». Но, в принципе, если будете даже с друзьями говорить «используйтесь», это покажет богатство вашего основального запаса. «A fin d'établir», «a fin de vous êtes des», с тем, чтобы, можно сказать «pour et à mesure», можно «pour vous êtes des». Ничего не изменится. Но «a fin de» – это красивее. Все. Красивее, более ухоженно и немножко более официально. То есть, когда я с друзьями говорю, я, наверное, не скажу, что я пришла, чтобы вам помочь «a fin de vous êtes des». Конечно, я скажу «pour vous êtes des». Но в экзаменах, в каких-то работах письменных, употребляйте именно это. Это не всегда взаимозаменяемо. «Pour et à fin». Во многих случаях. Проанализируйте. Красиво. «Contrairement à» можно сказать «наоборот». Я перевожу обычно в русский язык, хотя я всегда плохо перевожу, у меня с этим проблемы, но я перевожу «что не сказать à». Например, «Jean est très gentil, contrairement à Pierre». «Jean очень любезный и добрый, что не сказать о Pierre». Вот это у меня так было. И тоже в работах, когда вы будете писать «contrairement à», запомните, используйте, задайте примеры. «Pas toujours facile de rester dans les clubs». Здесь конструкция «facile de rester». И вы все, наверное, видели конструкцию «c'est pas facile à dire» или «c'est facile à dire». И многие задают вопросы. Почему в первом случае у нас «facile» – «être facile de», а во втором случае «être facile à». Вот напишите, пожалуйста, в чате, знаете ли вы эту разницу? Это можете просто плюсом-минусом, вот чтобы анализировали, как полезно, не полезно. Правильно ли я угадываю ваши сложности? Вот. Напишите, пожалуйста, «facile de» или «facile à». Видите ли вы разницу? И знаете ли, в чем она состоит? Точно так же с любыми прилагательными. «Difficile» и так далее. Объясняю. Если у вас после вот этого «facile» идет еще объяснение, то есть «facile de rester dans les clous», то вы ставите «de». Если просто глагол, то ставите «a». «C'est facile à dire». «C'est difficile à vous le dire». Д'accord? Запомните, если дополнение следует после глагола, «de», если дополнения нет, то «a». Следующее. «S'all risque» – это «di» – причастие, отрицательное в русском языке, то есть «не рискуя». Мне кажется здорово, потому что даже на уровне «a1» вы теперь можете это запомнить. То есть вы берете «son» – предлог и любой инфинитив. Этот инфинитив будет именно настоящий «не рискуя», например, «не…» «не могу в русском красиво сказать», «не гуляя», «son ne promne», вот если говорить обо мне, «son téléphoner» – «не звоня», «son parler» – «не говоря», и так далее. Используйте, наслаждайтесь, это легко, можно на уровне один запомнить. Вы теперь умеете две причастия отрицательные делать на французском. Дальше. «Se mettre à faire quelque chose», уже вам говорил, обратил ваше внимание, «начать делать что-то», «пуститься», например, «elle se mit à chanter», и она принялась петь. Вот это «приняться», «начать», «se mettre à…» и «plus un finitif». Кучу примеров можно придумать, сделайте это, пожалуйста, запомните. Ensuite. «Avant la fin du». Здесь я взяла предлог «avant». Смотрите, если у вас «avant» и дальше идет существительное, то никакого предлога не надо. «Avant la fin», «avant le confinement», «avant la pandémie», «avant le regime» «перед диетой», «avant…» «je ne sais pas», «avant la promenade», «перед прогулкой», «avant le…» «etc.» «avant» «plus существительное». Если же вы, вы потом хотите использовать глагол, то это будет «avant de…» «avant de rentrer», «prежде чем вернуться», «avant de se confiner», «prежде чем начать, быть, в карантине», «avant de manger», «pere тем, как есть», «avant de me coucher», «перед тем, как я лягу спать», «avant de d'aller se confiner», и так далее. Запомните. Примеры напишите себе, так вам будет лучше запомнить. Так вы лучше запомните, пардон. И следующее. «Au départ», это значит «в начале». У нас, вот у человека, который на русском языке говорит, какой-то небольшой диссонанс возникает, потому что «de départ» – это «въезд», это у нас с концом больше ассоциируется, а у французов – это начало. «Au départ», то есть как только мы начали действие, как только мы начали движение, то «au départ». Запомните, теперь лучше, когда вам будет хотеться сказать, что «в начале чего-то» и так далее, скажите «au départ». Например, вы начали заниматься спортом, «au départ». «Io départ». «Я не любила заниматься спортом в начале», «мне не нравилось». «Je n'aime pas mon groupe», «мне не нравилась моя группа» и так далее. «Met petit à petit», «fûr à mesure», «o fûr à mesure», то есть постепенно, мне начало это нравиться. И то же самое есть выражение, я вам сбоку дала, «se parti», то есть когда они говорят, «всё, начали», «всё, поехали», «se parti», и даже они могут спросить, «ты готова?» «Ты вообще настроена уже?» То есть на какую-то инициативу, они говорят, «tu es partant» или «tu es partante», то есть ты уезжающая, уезжающая, «tu es partante», то есть вот этот глагол «parti», от него существительное «de power», они часто используют, именно обозначая начало, старт. Запомните это. И мне нравится еще вот это вот «desorme» и «s тех пор». Не знаю, используете ли вы это или нет, но мне кажется, это красиво «desorme». Мне даже нравится, как оно произносится. «Desorme». Спасибо. И давайте сейчас все прочтем, повторите за мной, потом вы можете отдыхать, а я буду дорабатывать, читая вашу статью. On y va. «La grammaire et les remarques». «La grammaire et les remarques». Permettre à quelqu'un de faire quelque chose, permettre à quelqu'un de faire quelque chose, tout en restant, tout en restant, dans le périmètre, dans le périmètre, «afin d'établir», «afin d'établir», «afin de vous aider», «contrairement à», «c'est pas toujours facile de rester dans les clous», «c'est pas facile de rester dans les clous», «c'est pas facile à dire», «c'est pas facile de rester dans les clousetages, sans risquer, «se mettre à faire quelque chose», «avant la fin du temps», И вот, и вот, и теперь начинаю вам читать статью. Вы отдыхаете, это как у нас бывает на йоге, принимаете удобную позу, можете встать, послушать, и надеюсь, прочитаю хорошо, чтобы все вы поняли. Аккуль, социетей, коронавирус, институт интернет, для выхода, все остальное в порядке. Конфинент. Мисы в фонт пара 3 геуны граноблуа. Коверадиус.инфо permet de géolocaliser les utilisateurs et de les авертир au fur et à mesure de leur promenade. Публике, ле 9 аврил 2020, 16h27. Мисы в жур, ле 9 аврил 2020, 16h27. Трои инженея граноблуа омю омсу 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 институт коверадиус.инфо, афин д'этаблир ле периметре до километра autorisée, пресе до сон домиси. Contrairement aux autres cartes, celle-ci n'est pas à vol d'oiseau, mais à distance isochrome. Une sortie d'une heure par jour dans un rayon de kilomètres, pas toujours facile de rester dans les clous en cette période de confinement. Enfin de vous aider, 3 jeunes ingénieurs grenoblois ont créé un site internet qveradius.info qui établit le véritable périmètre près de votre domicile et vous permet d'effectuer les sorties autorisées, comme la promenade du chien ou en peu d'activités physiques sans risquer de prendre une contrevention. Maxime Girard a bûché pendant près de 20h quasiment non-stop pour proposer une première version et autant pour ajouter davantage de fonctionnalités. Le site permet de géolocaliser en temps réel les utilisateurs qui auront renseigné au préalable leurs adresses postales exposiles. S'ils dépassent le périmètre autorisé, le téléphone se met à vibrer. Et qui dit périmètre ne parle pas forcément d'un cercle approximatif ou d'une distance à vol d'oiseau, puisque le site compte des reliefs, des immeubles qui se trouvent sur le parcours, des obstacles diverses. Compte à rebours. Un bouton lance également en compte à rebours d'une heure. À mi-parcours, il devient orange. 15 minutes avant la fin du temps autorisé, le compteur passe au rouge et se met à envoyer des petites alertes pour rappeler aux utilisateurs de rebrousser le chemin et les avertir du temps restant pour une jeune homme de 25 ans. Nous ne récoltons, nous, ou ne stockons aucune donnée et nous ne les remondons encore moins à des entreprises. Pardon, je ne vois pas l'article. Rassure Maxime Girard, insistant sur le fait que cette démarche a été lancée uniquement dans une optique de solidarité. Au départ, c'était un challenge technique que je voulais relever pour aider mes amis. C'était pour s'amuser. Et puis, le site est devenu viral. Désormais, l'essentiel est qu'il puisse rendre service aux gens, poursuit-il. Depuis son lancement début avril, 326 000 utilisateurs uniques ont été recensés sur le site. La petite équipe travaille actuellement sur le développement des applications iOS et Android. Et voilà ! Comment vous vous sentez ? Comment vous vous sentez ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous n'êtes pas trop fatigué ? Alors, est-ce que vous avez aimé l'article ? Est-ce que vous avez aimé l'article ? Si vous angstiez ? Si vous angstiez ? Est-ce que tout va bien ? Est-ce que vous avez aimé l'article ? J'espère que vous n'êtes pas super fatigué ? Надеюсь, vous n'êtes pas très fatigué ? Un s'està vu, nous n'est pas trop fatigué ? comments, qu'on remue ? et on travaillez là avec toutes les têtes Aller ! Ils sont ici au встречe, et ils sont au Centre YouTube. Желаю вам прекрасного вечера, прекрасных выходных и участвуйте в нашем поэтическом марафоне еще. Мы его тоже организуем в Саркотеке и Библиотеке.